Сыне Божий, помилуй меня грешного. Аминь. Номер 9. 2 Петра, 2 глава, 17-19 стихи. Это безводные источники, облака и мглы, гонимые бурею. И приготовлен мрак вечной тьмы, ибо, произнося надутое пустословие, они уловляют плотские похоти и разврат тех, которые едва отстали от находящихся в заблуждении. Обещают им свободу, будучи сами рабы тления. Ибо кто кем побежден, тот тому и раб. Толкование блаженного филакта. Апостол опять начинает говорить о нечистых гностиках. Уподобляет их безводным источникам. Потому что они утратили чистоту проповеди и сладкую воду жизни. Сравнивает их с облаками, гонимыми ветром. Разумеет, ветер противный. Почему назвал его бурею? Так как буря приводит гонимую ею в совершенный беспорядок. А не говорит, облако не светлое. Почему облако? Это облака не светлое. Облака. Все время ударения как-то путаешься. Облака не светлое. Каковы святые, но темные, полные мрака. Приводит и причину сему. Именно то, что они по суетности произносят речи надутые. Привлекая плотской похотью в разврат тех, которые совершенно избегли его. Или, если некогда и находились в заблуждении, то последствии покорили себя Господу. Сами говорит, будучи рабами упомянутой нечистоты, которые по справедливости и назвал тлением, обещает обольщаемым свободу. 2 Петра 2.20.22 Ибо если, избегнув скверн мира через познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, опять запутывается в них и побеждается ими, то последнее бывает для таковых хуже первого. 3 Петра 3.20.22 Лучше бы им не познать пути правды, нежели познав, возвратиться назад от преданной им святой заповеди. Но с ними случается по верной пословице. 4 Пес возвращается на свою блевотину. 6 Песня идет валяться в грязи. Толкование Феофилакта. Всеми словами подтверждает два предмета. Во-первых, то, что побежденный по необходимости работает своему победителю. И во-вторых, то, что познавший истину, но опять придерживающийся прежнего нечестия, впадает в зло худшее прежнего. Присовукопляет и притчу, подтверждающую тоже. Притча 26.11 Как певос возвращается на блевотину свою, так глуп и повторяет глупость свою. Положение их становится хуже, чем было до познания о рабстве. Ибо сатана старается, чтобы они впали в большее зло. Посему-то апостол и говорит, что при такой будущности для тех, кто добровольно возвращается на зло, лучше было бы им и не познавать правды, нежели познав, впадать в большее зло. Потому что и пес, возвращающийся на свою блевотину, бывает еще отвратительнее, подобно как и свинья, ищущая мыться от грязи. Если делает это в грязи же, оказывается еще грязнее прежнего. Это уже второе послание пишу к вам, возлюбленные. В них, напоминанием, возбуждая ваш чистый смысл, чтобы вы помнили слова, прежде решенные святыми пророками, и заповедь Господа и Спасителя, преданную апостолами вашими. Толкование фифер. Факта. Ибо чистому смыслу свойственно напомнить, что выслушано или заповедано о Спасительного, и возбуждаться к исполнению сего на деле со всей силой и усердием. А заповедано это через проповедь пророков и апостолов. Посему и Павел говорит, Ефесянам 2.20, бывшие утверждены на основании апостолов и пророков. Ибо все они возвещали о пришествии Господа. И нельзя не верить столь многим свидетелям. Почему же говорю о пророках и апостолах? Потому что они возвещали и о первом, и о втором пришествии самого Господа и Спасителя нашего. Порядок речи такой, чтобы вы помнили слова, прежде решенные святыми пророками. Заповедь апостолов своих. По заповеди Господа и Спасителя. Почему же заповедуют оживлять память о всем? Потому что присовокупляет, что страстно живущие под своим похотем бесстыдно нападают на верующих и насмехаются над ними, видя, что некоторые страшатся пришествия Господням, о котором вместе с пророками предвозвестил и сам Господь. И посему гнушается нечистой жизнью их. И особенно потому, что за предсказанием не точно следует событие. Но для спасения, вписанных в книги спасаемых, допущен промежуток. Комментарий Игнатия Лапкина. Когда сегодня приводишь в доказательство необходимости проповеди места из Ветхого Завета, то слышится упрек в уклонении в сектанство. Блаженный Феофилакт так не рассуждает. Он не разделяет Ветхий Новый Завет, но показывает, что они, как два крыла у птицы. Ветхий Новый Завет – это те дводинария, которые добрый самарянин Христос дает гостинику священнослужителям и обещает дать награду, если тот потратит что-то сверх данного, то есть если потрудится в истинном истолковании Библии, чем мы занимались святые отцы Вселенской Церкви. Пользоваться и Ветхим, и Новым Заветами нам повелено, заповеданно через проповедь пророков и апостолов. 2 Петра, 3 глава, 3-4 стихи. Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям и говорящие, где обетование пришествия его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы от начала творения, все остается так же. Толкование. Из-за того, что для спасения многих, написанных в книге живых, не наступает вслед за словами само пришествия Господа, наглые люди нападают на верных с насмешками и говорят, где обетование пришествия его? Но из-за того, что не исполнилось еще, по вышеупомянутой причине, одно обетование – несправедливо не верить и прочим спасительным заповедям Господа. Как желают и домогаются люди злонамеренные, так пустословили гностики того времени, именно на Асиане и Лампетиане и Евхиты. Все они, говорит, не знают, ибо добровольно смежат глаза свои предистины. Чего же не знают они, знак вопроса, того, что небеса, согласно книге Бытия Моисея, были из воды, ибо по словам его, Бытие 1.6, сам Бог повелел быть тверде посреди воды, равная земля по повелению Его явилась из вод же, в которых прежде была погружена. Что поскольку небо и земля состоят из вод, то неожиданно настал потоп, и что как во время потопа последовало разрушение через воду, так и теперь предлежит разрушиться всему через огонь, с чем вместе погибнут и нечестивые. Две главные стихии Вселенной – вода и огонь, от которых получат Бытие еще две стихии – воздух от испарящихся вод, а земля от вод сгущающихся. Испарение же и сгущение сие производится огнем, чему поверит всякий, имеющий ум, ибо такую силу получила природа от огня, самого Творца Бога. Итак, если две только стихии, и первое – истребление нечестивых было через воду, то совершенно необходимо, говорит, чтобы второе погубление нечестивых совершилось через огонь. 2 Петра 3,5 Думающие так не знают, что в начале Слова Божьим небеса и земля составлены из воды и водою. Толкование. Из воды как причины вещественной, водой же как причины совершительной, ибо вода содержит землю, связуя пыль оной и доставляя ей твердость. А если бы этого не было, то земля превратилась бы в пыль и воздух. Иной пустослов, быть может, возразит нам. Почему же Бог, создавший видимый мир, не создал его от начала твердым? Отчего и нужно возводить его к совершенству, приноя через потоп? А при кончине мира, как говорит теперь Петр через огонь, такому скажем, во-первых, то, что миру нельзя быть неизменяемым, ибо как будет иметь неизменяемость то, что получило бытие через перемену, ибо он приведен в бытие из небытия, чего ни один благоразумный не назовет непеременой. Поскольку же изменение к худшему дошло до самого худого, тот творец мира, чтобы возвести к лучшему, по необходимости совершил очищение его принои посредством воды, а при кончине совершит посредством огня. И мы имеем обыкновение подвергать некоторые вещи действию огня, не для того, чтобы... Слава Иисусу Христу! Проверяет старшая сестра, таким перекидываемся, пять секунд, телефон не включается. И поэтому успеваем узнать, как у нас дела. Не для того, чтобы уничтожить их, но для того, чтобы придать им чистоту и блеск. В этом, вероятно, никто не усомнится. Подобное и Бог обещает сделать при кончине века под средством огня. Лишнее бесполезное для будущего состояния людей он уничтожит. Например, растения, скот, лес. Так существа, ненужные для нетленной жизни, уничтожатся. Если же так, то напрасно пустословить те, которые утверждают, будто этот видимый мир от начала был нетленным. «Если бы кто вздумал так же рассуждать и о существах мысленных, поскольку и они приведены в бытие из небытия, таковой пусть поймет, что самая простота, несложность их ручается за неразрушимость и за близость их по самому бытию, глаженному и божественному естеству». 2 Петра, 3 глава, 6-7 стихи. «Потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою, а нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков». Толкование. «Мир погиб через небо и землю. Земля выпустила из недр своих воду, а хляби небесные не спустили воду на землю. Погиб, разумея, не обо всем мире, но об одних только животных, которые представляют собой как бы весь мир. Ибо созданный без них мир не был бы и миром». Что будет разрушение настоящего мира посредством огня, это мысль не одних только христиан, но и языческих мудрецов. «Но скажет иной, зачем созидать мир, если он опять должен обратиться в тление? Такому скажем, что мир не уничтожился совершенно, но разрушится, чтобы обновиться. Почему пророк говорит, Псалом 103, 30, «И ты обновишь лицо земли». Чувственная тварь по созданию Богом была хороша весьма, «Бытие 1.31», а за преступление человека и сама эта тварь покорилась суете в римлянам 8.20, то есть утратила твердость бытия своего. Потом, когда во время потопа стало на земле мало людей благочестивых, богочестивых, мир как бы вторично восстановился и получил начало через Ноя и прочие живые существа, сохранившиеся в Ковчеге для того, чтобы послужить семенем нового состояния мира. Между тем, род человеческий и тогда не улучшился, но пошел на худшее прежнего, отчего не отвратил его ни закон, данный через Моисея, ни пришествие Господне. Итак, поскольку и призвание ко спасению было многообразно, и погибель от непокорности была многоразлична, то необходим будет огненный потоп, то есть разрушение, хотя и не всецелое, разрушение не душ, но и не тел. Ибо всем нам должно явиться предсудимым Христовым. Присудилище? Ну, сначала написано судом, а потом предсудилище. Ага. Второе, Коринфянам 5.10. Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Не без тел, с одними только душами, но вместе с нетленными телами. Ибо как может быть наказана одна душа без тела, когда она носит на себе сделанную ею через тело. Ибо праведному судьи не свойственно, когда двое погрешили в одном и том же, одного порощать, а на другого слагать всю тяжесть вины. Скажем, во-вторых, и то, что и мы посредством огня обыкновенного очищаем нечистые вещи от примеси и восстанавливаем их светлость. Сберегаются на день суда и погибели. Суда то же, что осуждение. 2 Петра, 3 глава, 8-9 стихи. Одно то не должно быть скрыто от вас, возлюбленное, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые, почитая, то медленнее. Медлением. Медлением. Но долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Толкование. Пред Ним, бесконечным, никакое время не продолжительно, но у Него и тысяча лет, как один день. Даже по словам Давида, нет и множества дней, ибо Он так говорит, тысяча лет пред очами твоими, как день вчерашний. Когда Он прошел, и как стража в ночи. Псалом 89, 5. Когда тысячу лет уподобляет стража ночной, то имеет в виду самый краткий срок, а ночь делится на четыре промежутка. Так Господь, по словам Евангелия, Матфея 14, 25, предстал своим апостолам четвертую стражу ночи. 2 Петра, 3 глава, 10, 12 стихи. Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихии же разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Если так все это разрушится, то какими должно быть во святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим предшествия Дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся, и разгоревшиеся стихи растают. Толкование. Чтобы объяснить неизвестность и неожиданность пришествия Господня, апостол сравнивает он и с приходом вора и ночи. Ночь указывает на неизвестность, а вор на неожиданность. Ибо никто, ожидающий вора, не бывает ограблен. Посему Господь говорит, что как во дни Ноя были люди пристрастные к перам и к бракам, пока не застиг их потоп, так и пришествие Господа застигнет нечестивых неожиданно. Матфея 24 глава 37-39 стихи. С шумом значит с треском. А такой треск обыкновенно бывает, когда что-нибудь горит. Примечай, апостол сказал, земля и дела на ней сгорят, а не люди. Следовательно, он говорит только о погибле нечестивых или их дел нечестивых, ибо путь нечестивых погибнет. Псалом 1-7 А не сам нечестивый. 2 Петра 3 13-15 Впрочем, мы по обетованию его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Итак, возлюбленные, ожидая всего, подсчитесь явиться пред ним неоскверненными и непорочными в мире. И долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел по данной ему премудрости написал вам толкование. Господь устроит новое небо и новую землю, новые не по сущности и по веществу, ибо если кто строит новый дом, то это не значит уже, что он строит его из вещества, не существовавшего прежде. Нет. Бог однажды создал вещество и образовал его во всевозможные виды и составы, и что было необходимо для здешней лишь жизни, а для тамошней и нетленной и бесполезной и излишней, то он отменит, а что полезно, тому даст новый образ с красотой нетленной и неувядающей и дозволит наполнять другой и нетленный мир. 2 Петра, 3 глава, 16-18 стихи. Как он говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто неудобовразумительное, что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают, как и прочие писания. Итак, вы, возлюбленные, будучи предварены о всем, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения. Но возрастайте благодатьем и познаний Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Ему слава и ныне и в день вечный. Аминь. Толкование Павел написал об этом, когда сказал Римлянам 24 «Благость Божия ведет тебя к покаянию». Если же долготерпение Божие ведет к покаянию, а покаяние для нас спасительно, то очевидно, что долготерпение Божие служит к нашей же пользе и спасению. Говорит неудобовразумительное, что нечестивые проповедуют в извращенном смысле, ибо это значит превращают. Представим один пример из всех их лжетолкований. Апостол Павел сказал Римлянам 5.20 «Когда умножился грех, стало преизобиловать благодать». Извратители придали словам апостола Павла такой смысл «Будем больше грешить, чтобы больше получить прощение». Делают они это на собственную погибель, «Ибо как те, которые убивали пророков и апостолов, так и те, которые превратно толкуют речи их, подлежат одному и тому же осуждению. Как их убивали те, которые не желали пользы и спасения ученикам их, так и речь их извращает те, которые не желают, чтобы кто-нибудь получил через них спасение». Своим утверждением называют веру в Господа. «Наконец, как первое послание заканчивает молитвой, так и во втором просит им возрастания в вере Господней». первое послание апостола Иоанна, глава 1, стих 1. «О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши о слове жизни». Толкование блаженного Феофилакта. Это он говорит и к иудеям, и к язычникам, которые порочат таинство спасения нашего как позднейшее. Апостол показывает, что оно и древнее, ибо оно от начала и современно представляемому в уме началу, или что оно древнее не только закона, но и самой видимой твари, ибо она имела начало, а оно было и прежде самого начала. Ибо что может кто-нибудь сказать о языческих таинствах, которые появились вчера и третьего дня? Они, сопровождаемые развратом, произошли поздно, тогда, когда уже в людях жила нечистота, который разврат тот служит как бы грехом и памятником, и через которую мы из хорошего состояния дошли до самой темной ночи, представляя величие нашего таинства в сравнительной его древности. Апостол прибавляет, что оно есть еще и жизнь. Жизнь неизмеряема сроком времени, но самобытная, как всегда сущая у Отца. Как и в Евангелии сказано, и слово было у Бога. Евангелие Та на 1.1 Слово было означает не временное существование, но самобытное бытие известного предмета, начало и основание всего, что получило бытие, такое, без которого последнее и не могло бы прийти в бытие, хотя и о каждом сотворенном существе говорится, что оно есть, например, ангел, есть небо, есть солнце и прочее, но собственно и совершенно есть один только Сын, при участии которого все приходит в бытие. Посему и Павел говорит, мы им живем, им движемся и существуем, деяние 17.28 Кто прежде слышал об этом изначального учения, тот переходит к видению его не телесно, но разумно и не телесными глазами, но мысленными, Иоанна 14.6 Может быть сказано так и о слове сущему вначале, потому что мы слышали от законных пророков, что оно придет. Когда оно пришло явно с плотью, мы видели его и осязали, ибо Бога, как он есть сам в себе, не видел никто никогда, Иоанн 1.18. И мы присоединились к явившемуся слову нелегкомысленно, но как уже сказано, после осязания, то есть после изыскания в законе и пророках мы поверили, явившемуся воплоти слову. Мы увидели и осязали не то, чем оно было, ибо рот его кто изъяснит, Исаии 53.8, но то, чем оно стало, осязали и умственным прикосновением, и вместе чувственным, как, например, Фома сделал по воскресении, ибо он был один и не разделен, один и тот же, зримый и невидимый, объемлемый и необъятный, неприкосновенный и осязаемый, вещающий как человек и чудотворящий как Бог. Так говорим мы о слове по причине теснейшего единения Бога с плотью. 1 Иоанна 1.2. Ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам всю вечную жизнь, которая была у Отца и явилась на толковании. Блажен Афифилакта. Рассматривали то же, что видели собственными глазами и удивлялись, осязали то же, что исследовали. Связь речи такая, что было от начала, что мы слышали и видели и рассматривали своими глазами и что осязали руки наших условий жизни, которая явилась и которой мы видели и свидетельствуем и возвещаем вам, то есть вечную жизнь, которая есть у Отца и явилась нам. Итак, что мы видели, то и возвещаем вам. Апостол возвестил не так, как мы, во-первых, для краткости речи, потом из неуважения к эллинскому пустословию, далее, чтобы показать, что спасение наше не в словах, но в делах, наконец, чтобы сделать нас внимательнейшими, дабы мы, находя предлагаемое, удобно и как бы само собой не рассеялись. Сверхсего богослов хотел неясностью прикрыть то, что выше нечистого слуха, и чем небезопасно огласить его. Матфея 7, 6, ибо давать святыню псам и бросать жемщик плит свиньями не согласно со здравым смыслом. 1 Иоанна, 1 глава, стихи 3, 4. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом, и сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенно. Толкование. Что же именно? То, что жизнь, будучи вечной, явилась нам, и мы были очевидцами ее и до креста, и после воскресения. Ибо один и тот же и пригвожден был плотью ко кресту, и воскрес той же плотью. А какая вам говорит польза от того, что мы возвещаем вам это? Та, что как через слово мы принимаем вас в общевощники, виденного и слышанного нами, так мы имеем вас общниками и Отца, и Сына Его, Иисуса Христа. Получив это, мы, как прилепившиеся к Богу, можем исполниться радостью. Ибо когда мы в общении с вами, то испытываем величайшую приятность, подобную той, какую радующийся сетель доставляет женицам при раздаче платы, когда и они радуются тому, что их трудами наслаждаются другие. 1 Иоанна, 1 глава, 5-8 стихи. И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем поистине. «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас». Толкование. Апостол опять возвращается к прежней речи и объясняет, какое Он слышал благовестие. Именно следующее. Бог есть свет, и тьмы в Нем нет. От кого это слышал Он? От самого Христа, который говорил «Я свет миру» Иоанна 8, 12. И еще «Я свет пришел в мир» Иоанна 12, 46. Итак, Он есть свет, и тьмы в Нем нет, но свет духовный, привлекающий очи души к зрению Его, а от всего вещественного, отвращающий и возбуждающий стремление к Нему одному, с самой сильной любовью. Почему разумеет или незнание, или грех? Ибо в Боге нет ни незнания, ни греха, потому что незнание и грех имеют место в веществе и в вашем расположении. «Если же сказано Псалом 17, 2, «Мрак сделал покровом своим», то сказано, что сделал тьму, а не есть тьма, так, как сказано, есть свет, ибо полагающий и полагаемое не одно и то же. Итак, здесь тьма означает наше незнание о Боге по причине его непостижимости, «А что незнание наше есть, наше есть, а не Божие? Ибо иному предается нечто такое, чего нет в нем, не для него самого, но для кого-нибудь из имеющих отношения к нему. А что апостол называет тьмой, грех это видно из евангельского изречения его». Иоанн 1, 5 «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его». «Где тьмой он называет нашу греховную природу, которая по своей склонности к падению уступает завистнику нашему дьяволу». Завистнику нашему дьяволу, увлекающему ко греху. Итак, свет, соединившийся с нашим существом, весьма удоболовимым, стал совершенно неуловим для искусителя, ибо он не сделал греха». Исайя 53, 9 Итак, когда мы принимаем вас в общники с Богом, который есть свет, а в этом свете, как показано, не может быть тьмы, то и мы, как общники света, не должны принимать в себя тьму, чтобы не понести наказание за ложи и вместе с ложей не быть отторгнутыми от общения со светом. посему, держась общение друг с другом, то есть с нами и со светом, мы должны поставить себя непобедимыми для греха. Но как это будет, когда мы прежде погрязли уже во многих грехах? Ибо никто, любящий истину и старающийся быть истинным, не осмелится сказать, что он безгрешен. Итак, если кем овладевает это опасение, то пусть не унывает, ибо он вступил в общение с Сыном Его Иисусом Христом. Тот очищен кровью Его, пролитой за нас, примечая, что по причине теснейшего единения называют Его Сыном Отца и потому, что воспринятого им от нас, ибо кровь без сомнения принадлежит нашему естеству, а не Богу. И Несторий очевидно безумен и нечестив, когда отделяет плоть от Сына и не позволяет называть Матерь Его Богородицу. Нужно знать также, что вся мысль этого изречения не спровергает Ихулу иудеев, которые говорили Иоанна 9, 24. Мы знаем, что человек тот грешник. И так говорит, если мы творим дела света, то мы в общении с Ним, а если не делаем их, то мы чужды Ему. И как же он не свет истинный и не безгрешен совершенно, когда злодей пречтен был за вас. Иисайя 53, 12. И так если мы крещавшие некогда кровь его на нас и на детях наших Матфея 27, 5, бесстыдно скажем, что мы не согрешили, то мы обманываем самих себя, как будто распять Христа не грех. Апостол не сказал, мы лжем, но обманываем себя, потому что обман вне истины. Если же сознаем грех и исповедуем, он простит нам. Все. Что дальше вообще?